ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 Говорите. Вам посылка. Я не жду никаких посылок. Здесь указан ваш адрес. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Добрый день. Что за посылка? Вот, пожалуйста. Здесь не указан отправитель. Моё дело доставить. Необычный у вас дом. Пока нашёл, чуть не заблудитесь. Угу. Всего доброго. Спасибо. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Что за... ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Субтитры сделал DimaTorzok Спаси ее. Странная записка. Нет запаха. Ни бумаги, ни даже чернил. Вообще ничего. Я не понимаю. Все имеет свой запах. Даже клочок такой бумаги должен пахнуть как минимум бумагой. Кого спасать? А на ручке запах есть. На ручке есть. Ее держала девушка 25-30 лет. Крашеная блондинка. Еще есть запах конюшни и денежных купюр. Какая-нибудь богатенькая любительница верховой езды? Не похоже. Судя по запаху глицерина, она пользуется недорогой косметикой. Цирковое училище, ипподром, зоопарк. Мы гадаем на кофейной гуще. Давай посмотрим оперативную сводку. Что за бред? А может, это просто розыгрыш? Шутка? Нет. Это не шутка. Пятнадцать минут назад на ипподроме был обнаружен труп девушки-кассира. После обеда приходит уборщица и готовит вип-ложу к приезду гостей. Она и обнаружила Олю. А что делала кассир в ЯП-ложу? Она любила смотреть на тренировочные заезды. Я не запрещал. Тем более в обед. После уборщицы кто-нибудь посещал вложу? Да нет, как вы и просили. Тамара Николаевна, вот товарищи из полиции. Пойдем. Ничего. Никаких следов. Совсем никаких. Ты встречал эту девушку раньше? Никогда. Странно. Случайная жертва. За последнее время тебе угрожал кто-нибудь? Нет. Пока ясно только одно. Кто-то затеял против тебя игру. Да? Бедная, бедная девушка. Она так сопротивлялась. Так хотела жить. Мне жаль ее. Очень жаль. Кто ты такой? Зачем ты убил ее? Она умерла из-за тебя. А ведь ты мог спасти ее. Ты разочаровал меня. Что ж, может быть, ты успеешь спасти его? Кого? Кого его? Твою мать. Да что ж это такое, а? Посмотри. Это невозможно. Как он это делает? Мужчина лет пятьдесят. Седой. Машинное масло пополам с бензином. Такую смесь используют в двухтактных двигателях. Прогнившие дерево и циклотеллопланктонием. Что это? Водоросли, растущие в стоящей воде. Озеро или пруд? Двухтактные двигатели стоят на моторной лодке. Еще запах шашлыка. Какая-то шашлычная. Так, шашлычная на лодочной станции. Как в записке было? Он где-то рядом, да? Да. Сейчас. Вот. Шашлычная на берегу озера. Пять километров отсюда. Поехали. Опоздали. Эээ, в чем дело? Вы кто? Это не он. Полковник Лебедев, СБР. Скажите, кроме вас здесь кто-нибудь работает? Нет, я тут один. А был сегодня посетитель, мужчина, волосы седые. Примерно ваш возраст. Молодые люди были. Пиво пили. Сейчас мало кто сюда приходит. Ясно. Спасибо. Ошиблись адресом. Может, вам Степаныч нужен? Какой Степаныч? С лодочной. Он же тоже седой. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Тьфу ты. Посмотри. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Опять ничего? Почему он убивает этих людей? Что ему нужно? Может быть, это один из тех, кого ты упрятал за решетку. Эту версию тоже нужно будет отработать. Зачем он убивает их, если ему нужен я? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Бедняга. У него не было никого, кроме этой глупой собачки. Он так обрадовался случайному гостю. И очень удивился, когда я начал его душить. Почему ты не остановил меня? Почему ты помогаешь мне убивать их? Ты псих. Я устал, мне скучно. Ты разочаровываешь меня все больше и больше. Ну что ж, у тебя будет шанс исправиться. Завтра. Кто ты? Что тебе от меня нужно? Твою мать. Он псих. Настоящий псих. Его нужно остановить. Мы каждый раз опаздываем. А когда наступила смерть? Примерно два, два с половиной часа назад. То есть, когда мы уезжали с ипподрома, он был уже мертв. Мы никак не могли успеть. У нас осталась одна зацепка, это служба доставки. Я забираю утреннюю доставку в восемь часов. И развожу по адресам. Сейчас приехал за вечерней. И тоже буду развозить. А кто отправил, кому отправил. Этим диспетчером занимается, не я. Фитансы у вас есть? Да, конечно. Ходите посмотреть? Очень хочу посмотреть. Пожалуйста. Так. Вот, пожалуйста. А где адрес отправителю? На крышке. А корешок? У диспетчера. Что это за адрес? Пункт приема посылки. Здесь указан адрес этого склада. Ну, значит, посылку принимали здесь. А как я могу запомнить? Посылки сдаются в одинаковых пакетах. Я не знаю, что у них внутри. Утром у нас большой наплыв людей. Они для меня все на одно лицо. Но в 7.25 посылку вам передал конкретный человек. Нет. В 7.25 посылку приняли на складе. А когда ее оформлял я... Похоже, здесь одни тормоза. А вот. Адрес отправителя отсутствует, но есть телефон. Липовый, наверное. Медгудок идет. Медгудок идет. Смешно. В настоящий момент из мест заключения освободилось 11 человек. У четверых алиби, остальных проверяем. Звонки отследили? Каждый раз звонит по новому номеру, который до этого не использовался. После звонка исчезает из сети. Все время звонит из людных мест. Преступник умный, циничный. И крайне опасный. Пока он тебе только звонит, но кто знает, что у него на уме. С этого момента будем тебя охранять. Круглосуточно. А сына и... Юлию. Юлию отвезем в безопасное место. Еще близкие есть? Нет. Так. Значит, на записках запах отсутствует. А на ручках он есть. Выходит, каждая жертва до убийства держала в руках ручку, а потом отдавала ее убийце. Как это могло происходить? Меня тревожит другое. На записках полностью отсутствует запах. Какой бы то ни было. Это возможно? Невозможно, в принципе. Все имеет свой запах. А вы куда? Мы с вами. В мой дом? Это исключено. У нас приказ находиться с вами в постоянном визуальном контакте. Я оставлю вам свое фото. Подвини маршрую. Помогу вас выбор, пожалуйста. Доброе утро, вот к кому. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Слушаю. К вам курьер какой-то. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Я сейчас спущусь. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да. Этот псих опять прислал посылку. Женщина 30-35 лет старше не курит. Есть запах пропиленгликоля и монохлорамина. Так, и что? Пропиленгликоль используют в косметологии и как антифриз в больших холодильных установках. То есть либо магазин косметики, либо хладокомбинат. Подожди, теперь монохлорамин. Сильный антиперспирант. На его основе делают дезодоранты для обуви. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК А теперь соедини все это. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Косметическая обработка обуви для работников вклада комбината. Это может быть и каток. Прокат коньков. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Правильно. Представляешь, сколько нока бывают эти коньки. Ни один прокат не работает без дезодорантов. Но меня смущает один запах. Какой? Бриар. Корень средизноморского вереска. Из него изготавливают курительные трубки. С катком как-то не вяжется. С магазином косметики тоже. Сейчас. Повиси секунду. Угу. Есть. Торговый центр «Истмол». В нем есть и каток, а рядом магазин курительных трубок «Шерлок». Все элементарно, Ватсон. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Пока никто не задушен и убит, значит, мы его опередили. Людей расставил, все подходы к катку просматриваются. И мы уйти. Но в прокате никого нет? Пока нет. Каток открывается через полчаса. Сегодня на смене некая Оксана Леонидовна Грищенко. В 43 года. Ты завтракал? Кстати, тут неплохая пиццерия. Я знаю, что ты не любишь вкусную пиццу, но зато обзор оттуда что надо. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ты ее предупредил? Кого? Ну, эту, прокатчицу коньков. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Как-то все очень складно. Сядь, не привлекай внимания. Объект на месте, всем приготовиться. Первый принял. Второй принял. Может, я ее незаметно осмотрю? Вспугнешь убийцу, он наверняка знает тебя в лицо. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Полная готовность. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Вот, пожалуйста. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Сколько лет убийце? Я не знаю. Я о нем вообще ничего не знаю. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Здесь что-то не так? Как он собирается убивать при свидетелях? Если б я знал. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Твою мать. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну, как пицца? Вкусная. Ты расстраиваешь меня все больше и больше. Ты примитивен. Ну, почему ты решил, что это коток? Твой нос опять подвел тебя. Всем внимание, объект вышел на связь. Ищите всех, кто разговаривает по мобильному телефону. Где ты? Рядом с ней. Зачем ты их убиваешь, если тебе нужен я? Это ты их убиваешь? И сейчас она умрет из-за тебя. Подожди, я разгадал твой секрет. Я был от тебя лучшего мнения. Ты жалок со своим дешевым блефом. Ты не хочешь остановить меня, поэтому она умрет. Подожди. Твою мать! Постойду! Вы кто? Электрик. Меня оглушили. Кто? Не знаю. Развяжите меня. Сейчас развяжу. Были в униформе? Да. Какого цвета? Униформа какого цвета? Серая. Серая с красным. Куда шли? У Эльвира. У них там с солярием что-то случилось. Какая Эльвира? Салон косметический. Конечно, не коток. Косметический салон. Развяжите его. Эльвира на каком этаже? На третьем. Опоздали. Эльвира на каком этаже? Уважаемые наши бойцы, посетите нашу закусочную на третьем этаже. Наша закусочная, это всегда очень вкусно. Э, мужик! Я все равно тебя поймаю, сволочь! Поймаю! Я оторву яйца, слышишь? Все равно поймаю! Все в порядке, расходитесь. Все хорошо. Расходитесь. Возможно, мы имеем дело с каким-то таинственным веществом, которое уничтожает запахи. А другие улики? Фактически нет. Вот. Только фоторобот. Внешность явно изменена, но, может быть, попробуешь узнать. Что по остальным подозреваемым? Проверили остальных освободившихся, но у всех алиби. Ни одной зацепки. А люди гибнут. А люди гибнут. Нет, я так больше не могу. Я не буду расследовать это дело. И вообще, я больше ничего не буду расследовать. Подожди. Он же только этого и ждет. Хочет морально сломить тебя, внушить чувство вины. Он никогда не остановится. Откуда ты знаешь? Он псих. Его логику трудно понять. Но, поверь мне, серийные убийцы не останавливаются. Только с твоей помощью мы сможем его поймать. Я устал. Извини. Субтитры создавал DimaTorzok Ну что, пора его набрать? Давай. Доброй ночи. С вами все в порядке? В смысле? Но... Вы так и будете звонить мне каждый час? Нет. Если вы обеспечите нам визуальный контакт. В дом я вас не пущу никогда. И прошу вас, не беспокойте меня до утра. Всего доброго. Доброго. Опять бросил трубку. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Да. Понял. Выезжаю. А теперь посмотрим. Доброе утро. Я снова в зоне визуального контакта. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Сорок минут назад. Без тебя не вскрывали. Я смотрю, ты выспался? Где посылка? Генерала. Доброе утро. Доброе ли? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Стандартный набор. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Запахов нет. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Девочка, 8-9 лет, занимается в школе художественной гимнастики. Недалеко от школы лесопилка или деревообрабатывающий завод. Что-то в этом роде. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Еще есть запах хвойного леса. Спортивная школа за городом? Возможно. Все, нашел. Спортивный интернат в Щупино. Рядом лесопилка. Подожди, мы уже поспешили один раз с выводами. Торговый центр. Запах курительных трубок. Что ты имеешь в виду? Запах трубок был лишним, добавленным, чтобы сбить меня с толку. Надо минутку подождать. Что значит был лишним? Этот псих наносит на ручки дополнительные запахи, не принадлежащие жертве, чтобы направить нас не туда. Помнишь шашлычную? А как ты определишь, какой запах лишний? Еще секунд 15. А чем это ты брызгаешь? Два метилтрицикла изопропанол. Получен путем каталитического реформинга. Ага, понятно. Так, запах хвоя был добавлен позже, значит он лишний. Поэтому школу нужно искать в городе рядом с чем-то деревообрабатывающим. Так. Бумага. Пигментные чернила для принтера. Пока все. А это для чего? Убийца покрывает конверт и бумагу особым веществом на основе рецинолиата цинка, который маскирует запахи. А это катализатор, который вызывает распад рецинолиата цинка. Первые запахи уже проявились, и через некоторое время, возможно, проявится и автор этой анонимки. Я нашел школу. Отцепите здание по периметру, блокируйте выходы. Никого не выпускать. За мной! Спираль. Восьмерка. Спиночки подтянули. Молодцы. Вы кто? Кто? Анна. Успели. Успели. Все чисто, товарищ полторник. Посторонник в школе не обнаружено. Снимайте оцепление. Есть. Вам нужно отправить всех детей домой под присмотром родителей или сотрудников школы. А как же занятия? С сегодняшнего дня у вас досрочные каникулы. До моего распоряжения. Почему же он не звонит? Это курьер. Какой курьер? Убийца. Курьер из Глобал Экспресс. Вот откуда у него ручки с запахами. Он дает их жертвам для росписи бланки. И потом забирает их себе. Это курьер. Ты гений. Курьер. ТРИГУЮЩИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ Ни хрена себе. Блокировать вход. Гена, объект на связи. Понял. Держите его на линии. Ну, как тебе у меня? Немного не прибрано, извини, но ты сам виноват, ты пришел без приглашения. Ну, ты же прячешься от меня. Плохо, кстати, прячешься. Я знаю, кто ты. Я собирался пригласить тебя и даже приготовил сюрприз. Какой сюрприз? Ты пришел немного раньше, но, может быть, оно и к лучшему. Какой сюрприз? Найди его. Держите, его поиск идет. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Что это? Что я должен найти? То же, что и у остальных. Ты ищешь не там. Давай. Давай, давай. Мой сюрприз смотрит на тебя. Мой сюрприз смотрит на тебя. Нашел. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Где? Где? Понял. Ну, чего же ты ждешь? Открывай. Спаси ее. ТРЕВОЖЕННАЯ МУЗЫКА Я вижу тебя обрадовал мой сюрприз. Нет. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Я убью тебя. Не трогай ее, слышишь? Не смей трогать ее! Тихо, тихо, не стой так волноваться. Твой друг уже определил, где я. Приходи в гости. Один. Иначе она умрет. Где он? Там, где мы были. В спортшколе. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Сектор один, цель отсутствует. Вижу тень, сектор два. Второй сектор уточните. Тень исчезла, второй сектор пуст. Третий сектор. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Цели не наблюдаю. Четвертый сектор. Четвертый сектор, вижу заложницу. Ноги заложницы. Цели не наблюдаю. Заложница жива? Жива. Вижу тень от цели рядом с заложницей. Принято. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Микронаушник. С его помощью вы всегда сможете быть с нами на связи. Простерилизован. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Она жива. Он держит ее в спортзале. Скажи мне что-нибудь. Один, два, раз, два. Теперь я тебе. Один, два. Все будет хорошо. Два, один. Он находится рядом с ней. Твоя задача выманить его на пару метров вперед. Ясно. Всего на пару метров, и он наш. Понял. И самое главное, что бы ни случилось, оставайся в зоне видимости снайперов. Что бы ни случилось, быть в зоне видимости снайперов. Даша, все боли, это хорошо. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК 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 Пойми, нормальных людей становится все меньше. Раньше всем управлял естественный отбор. И все было в рановесии. Но вот цивилизация. И теперь всякий генетический мусор имеет право на существование. Мутации генов поражают человечество. Генетические уроды заполоняют мир. Они как плесень. А плесень надо счищать. Так что, если хочешь, я санитар эволюции. Ну, садовник. Но никак не псих. Вижу цель. Кисть с пистолетом. Поражение невозможно. Понял. Все хорошо, мы его видим. Еще два шага, и он наш. Значит, девушка-кассирша на ипподроме, старик-лодочник, женщина в солярии, они были плесенью? А маленькая девочка, она тоже плесень? Да, да. У маленькой девочки синдром Шарко. И то, что ты мне помешал, лишь отдалил ее смерть на 10-15 лет. Она умрет страшной смертью, но до этого успеет забеременеть, иноплодив таких же генетических уродов, как она и все остальные. Вижу руку и плечо цели. Вероятность поражения 40%. Маловато, хотя бы 80%. Ты думаешь, мне приятно убивать людей? Нет, нет, что ты? Ну кто-то же должен делать эту неблагодарную работу. Цель вышла из сектора обстрела. Черт, надо было стрелять. Мы его упустили. Спровоцирую, вымани его. Последние 10 лет ты проводишь вечера в одиночестве. У тебя давно не было женщины, и я сомневаюсь, что она вообще когда-либо была в твоей жизни. Санитар эволюции, ты неудачник. Маленький, закомплексованный неудачник. А может, плесень это ты? Не думал об этом? Нет, у меня идеальные гены. Видус Эль, 30, 40, 60. Огонь! Зашел за объектом. Черт, плесень ты. Бракованный материал. Генетический урод. Твой нос. Аномалия. Ошибка природы. И ей исправлю эту ошибку руку. Дам ей руку, быстро! У него что-то в руке. Внимание всем. Начинаем штурм. Это взрыватель. Если рожать руку, все взлетит на воздух. Так что держи крепче. И не вздумай не бежать за мной. Отойдешь от нее дальше, чем на 10 метров. Бум! У вас осталось где-то полторы минуты. Успеете попрощаться! Успеете попрощаться! Успеете попрощаться! Успеете попрощаться! Успеете попрощаться! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Пустишка. Я вернусь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА